Запрет на вырубку сосен к Новому году продлен. Напомним, что мораторий длится уже 8 лет и его главная цель – сохранить леса в Казахстане. Сегодня в лесу проводятся специальные рубки под высоковольтными линиями. Вблизи дорог лесхозам разрешено еще продавать населению сосны, собранные из веток, либо сосны в контейнерах. Но эта услуга популярностью в народе, говоря специалисты, не пользуются. На данный момент комитетом лесного и охотничьего хозяйства выдал Акимату Кустанайской области разрешение на заготовку новогодних елок в количестве 3790 штук. Вырубка елок будет производиться за счет рубок ухода за лесом. Новогодние елки будут представляться школам, детским садам, интернатам и другим государственным учреждениям Кустанайской области. Причем цифра разрешенных вырубки хвойных деревьев, подчеркивает Виталий Вагнер, с каждым годом уменьшается. В прошлом она больше 4000. Сегодня, по словам специалиста, от государственных учреждений уже поступило больше 400 заявок на живые сосны. Однако приступить к массовой рубке лесничьи не могут. Причина – сильные морозы. Сосна, срубленная в такую прогоду, просто осыпется, объясняют специалисты ведомства. Срубить собственноручно настоящую елочку в местных лесопосадках тоже навряд ли удастся. С 1 декабря к охране «Зеленых красавиц» приступили мобильные группы. На данный момент самовольных порубок не было еще у молодняков хвойных пород. Также учреждениями лесного хозяйства было организовано 20 контрольных постов и 66 мобильных групп из числа работников лесной охраны. При этом размер штрафа за уничтожение или повреждение молодняков хвойных пород в предновогодний период составляет почти 25 тысяч тенге за одно деревце. А для особо злостных нарушителей штраф может быть увеличен до 200 мрп, либо заменен на полгода исправительных работ. Кустанайским любителям живых сосен в этом году придется довольствоваться завезенными зелеными красавицами. На местных рынках они уже появились. По словам продавцов, стоимость одного такого дерева из России от 1000 тенге и выше. Алексей Пасарнов, Татьяна Калюшная, РТН.